Доброе утро, дорогие друзья! Рад приветствовать всех, кто собрался в столь ранний час у экранов своих телевизоров. Сегодня на календаре уже 19 октября и встречает с вами этот новый день Павел Михно. Как всегда, у меня для вас подготовлены самые интересные новости и факты. Это программа «Фрэш новости» и мы начинаем. 18 градусов и небольшая облачность ожидаются сегодня на Гомельщине. Ветер будет западного направления скоростью до 4 метров в секунду. Что касается температурных рекордов, то самым теплым оказалось 19 октября 1996 года. Тогда температура воздуха прогрелась до отметки 19,7 градуса Цельсия. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1976 году. В тот год температура воздуха упала до отметки минус 6,4 градуса Цельсия. Завтра на базе сельского Дома культуры в Березках пройдет конкурс рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей на Вольнице. К участию в конкурсе приглашаются вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы независимо от ведомственной принадлежности и без возрастных ограничений. Заявки уже подали коллективы из областного центра, Будокошулевского, Светлогорского и Реческого районов. Ожидается прибытие гостей из российских клинцов. Концерт с тибетскими поющими чашами и австралийским диджериду пройдет завтра в Музее истории Гомеля. Дополнят звучание турецкие, индийские и иранские инструменты. По словам организаторов, это будет не концерт в классическом понимании. Каждый слушатель получит порцию исцеляющего звукового массажа, ведь вибрации древних инструментов являются не только лечебной, но и профилактической процедурой. Также концерт будет сопровождаться рассказом о необычных инструментах и техниках медитации. Министерство лесного хозяйства инициировало проведение акции «Чистый лес». Мероприятие состоится уже завтра. Главной целью акции является привлечение внимания общества к необходимости бережного отношения к лесу, основному природному ресурсу Беларуси. Сегодня по-прежнему остаются актуальные проблемы несанкционированных свалок отходов. В связи с этим Минлесхоз призывает всех неравнодушных беларусов принять участие в акции, внеся свою посильную помощь в благоустройстве лесной территории. Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в любое листничество, а организация министерства обеспечит участников «Чистого леса» необходимым инвентарем. 21 октября в общественно-культурном центре Гомеля пройдет осенний киберспортивный чемпионат. Первое официальное мероприятие областного молодежного общественного объединения киберспорта «Платон» обещает быть масштабным. В нем примут участие 100 спортсменов из Беларуси, Украины и России. Ожидается около 300 гостей и до 1000 на прямой трансляции в интернете. И в продолжение темы. В Гомеле пройдет первый большой турнир по виртуальному боксу. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться. Бой будет проходить до победы одного из участников, то есть до нокаута или по окончанию 12 раундов. Чемпионат состоится 26 октября. Все подробности ищите в соцсетях. Когда на человека смотрит, он готов пожертвовать больше денег. К данному выводу пришли американские ученые, доказав эффект следящего глаза. Эксперимент проводили в музее Вирджинии, где поставили коробку для пожертвований. Одну неделю там висела фотография с изображением лица человека. Другую неделю висело фото с прочими частями лица, где глаз не было видно. Под конец эксперимента ученые выяснили, что в первом случае средняя прибыль пожертвования была больше в два раза. Дело в том, что человек становится щедрее и начинает больше помогать людям, когда осознает, что за ним наблюдают. При этом роль играет не само присутствие постороннего человека. Важно ощущать, что на тебя смотрят. В Китае создали новый гаджет для улучшения качества сна. Девайс выглядит как классическая маска для сна. Она создана из натуральных материалов, благодаря которым в ней комфортно спать. Также маска оснащена электродами, которые призваны стимулировать мозговую активность. Особый звук будет помогать пользователю быстрее уснуть, снижая громкость в нужный момент. Утром будильник не понадобится. Гаджет поможет проснуться, проанализировав перед этим фазу сна, в которой находятся пользователи. Сообщается, что маска блокирует около 99% света и весит порядка 50 граммов. Мягкие части устройства можно снять и постирать в случае необходимости. Ученые из России сделали сенсационное открытие. Специалисты обнаружили микробы, которые при хороших условиях могут запросто обезвреживать жидкие радиоактивные отходы. Данное открытие было сделано в ходе исследования подземных вод. Микроорганизмы в прямом смысле слова творят чудеса. Они превращают ионы урана и плутония в малоподвижные формы, ограничивая их радиоактивность. В настоящее время ученые хотят разработать условия, когда бактерии могли бы работать на пользу ядерной промышленности. У берегов Греции археологи обнаружили кладбище затонувших кораблей. Данная находка имеет большое значение для истории. Среди остатков суден были обнаружены сотни артефактов, которые имеют историческую ценность. Все находки относятся к 4 веку до нашей эры. Компания из Сан-Франциско разработала технологию выращивания настоящего мяса из куриных перьев. Всем давно известно, что потребление мясной продукции растет каждый день. Поэтому ученые начали искать решение проблемы. И оказалось, что мясо можно делать из клеток куриных перьев. Большим преимуществом является и тот момент, что данная процедура не влияет на здоровье пернатых. Ученые разработали контактные линзы от возрастной слепоты. Они впитывают лекарства, а после попадания в глаз выделяют препарат. Также, как говорят ученые, линза сама даст понять, когда ее нужно поменять. Она начнет менять цвет на синий. Сами линзы сделаны из качественного полимерного материала, поверхность которого покрыта углублениями. В таких углублениях и содержатся молекулы медикамента. Новые линзы еще не прошли испытания на людях. Однако ученые надеются, что метод покажет свою действенность и удобство. Ученые из Италии пришли к выводу, что гипноз – самое эффективное средство от головной боли и атакующей тревоги. После подобной процедуры пациенты чувствовали себя гораздо лучше. Научные сотрудники решили провести еще один эксперимент и проверить, насколько мощное влияние на человека оказывает гипноз. Ученые разделили добровольцев на две группы. Одни проходили лечение под контролем обычных врачей, а вторые занимались аутотренингом и ощущали на себе последствия новой методики. В конце исследования оказалось, что второй группе гипноз помог, а у первой состояния улучшилось незначительно. Сбросить лишний вес можно во время продолжительного и качественного сна. К данному выводу пришли ученые, которые советуют людям отсыпаться на выходных. Проведя эксперимент, ученые отметили, что индекс массы тела снизился у тех добровольцев, которые не отказывались себе в продолжительном сне по выходным. Дефицит сна, по мнению медиков, пагубно отражается на гормональном фоне, обмене веществ и механизмах аппетита. Добрый вечер, Гомель! Интерактивный проект телерадиокомпании Гомель. Смотрите нашу программу на Беларусь 4 со вторника по пятницу в 20 часов 25 минут и задавайте свои вопросы. Телефон в студии 342-243. Также ищите нашу группу Добрый вечер, Гомель ВКонтакте и присоединяйтесь к нам в Вайбер по телефону плюс 375-33-34-22-430. Я, Павел Михно, желаю вам продуктивного дня. И помните, если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подайте сначала хорошее настроение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!